всем привет дорогие друзья с вами эпифокс и сегодня у нас обзором на мой новый пк пока вы видите корпус а также вам предлагаю послушать к отклеиваться пленочка от нового корпуса охуенно согласитесь вот собственно говоря для нового пк взял корпус лра кул quantum v3 с тремя rgb вентиляторами но первое время у меня были с ним проблемы потому что они не хотели работать в rgb и работали только красным цветом но потом я это пофиксил потому что не знал как эти вентиляторы в принципе должны работать в rgb также у нас в данной сборочке процессор md ryzen 5 5600 g в стоковой частоте 3 9 гигагерц разгоне 4 4 гигагерца вот тут нам китайцы заботливо положили в корпус винтики чтобы закрепить материнскую плату вот сейчас вы видите мой старый корпус охуевшая согласен ставь лайк если нравится такой корпус волком бэк ту 2008 он уже весь папина на весь поцарапанный но зато как говорится не банка из-под бананов это хорошо сейчас мы видим мой охреневший кулер башенку за умом cn ps 8x с тремя медными трубками также материнскую плату msi vhd pro b550 с двумя слотами под м2 накопители с четырьмя слотами по слотами под оперативную память сокета м4 плюс и также оперативную память hyperx fury ddr4 на 3 600 мегагерц токи разогнанную до 4000 мегагерц также у нас идет жесткий диск на 1 терабайт в страте digital blue со скоростью вентилятора у вентилятора шпинделя извиняюсь 7 7200 и блок питания fsp пнр ай на 600 ватт его хватит за глаза также вы сейчас видите корпус когда он горел у меня только красным потом я эту проблему пофиксил и также мы новенькая клавиатурочка механическая теперь вы будете слышать все мои нажатия ну и также мышка мышка у меня уже давно конечно но не будем об грустном собственно говоря позже вы увидите вот этот вот уже rgb подключенный кстати смотрится в темноте довольно таки пиздата даже не все кабеля видно ну если присматриваться видно конечно эти охреневшие цветные кабеля в стиле rgb от еще старого блока питания а так в принципе выглядит довольно себе неплохо еще если вставить сюда какую-нибудь видеокарточку с подсветкой будет вообще идеально я считаю вот так же тут есть пластиковое стекло на корпусе спереди и сбоку чтобы можно было рассмотреть его внутренности блок питание видно так как он находится снизу а так в принципе меня корпус полностью чем-то устраивает единственная проблема что переключатель как раз таки этих вентиляторов подсветки находится на кнопке ресета компьютера это немного проблемы а теперь давайте перейдем к тестам моего зверя также ребят учитывая что с этим процессором идет встроенная графика и у меня нету карты захвата поэтому тесты как бы будут немножечко хреновыми подходит и запись с у вас она грузкой на процессор в трех играх это call of duty black ops 3 dying light и это опять приятного просмотра интереса начала нечего подпида не точно которые уходят что больше не украинский м и и и и а и и и и До скорой встречи. А-а-а. Пока не зайдем вашим самолетом, мы шмал не сможем проскать. Ну, если не с кем не придется говорить. Так что держи пасть назад. Защитная станция на той стороне туннеля. Наберемся. Да, точно. Где находится туннеля. Я теряю голову. До тех пор, пока мы начнем захватывать. Уже с удовольствием. Еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok